Меломаны под запретом. Соседи жалуются на громкую музыку. Жилая стройка. Бездомные заселили недостроенный объект. Пять пассажиров в больнице. Обзор аварий за минувшие сутки. Чиновник вне закона. В Балтийске незаконно вырубают деревья. Полицейские долго не могли понять причину экстренного вызова. В подъезде дома по улице Артиллерийской было чисто, спокойно, а главное тихо. Соседи с третьего этажа позвонили в полицию и пожаловались на шум из квартиры ниже. Хозяйка квартиры, девушка Катя, даже не поняла в чем дело. На втором этаже они у нас не жалуются. Почему? Можно спуститься, позвонить сначала, придти вызывать милицию и сказать, ребята, давайте потише, мы все поймем. Они сразу звонят на ветер, с пятого этажа, с третьего, не знаю, с кого мы сейчас звоним, и вызывают милицию. Девушка родом из Черняховска в квартиру заехала совсем недавно. Чтобы не кратать время в одиночестве, она приглашала в гости друзей. Полицейские предупредили, если от соседей поступит еще одна жалоба, компанию заберут в отделение. Пока ребята делались предупреждением. Татьяна Караханова, Алексей Бормесов. Специально для места происшествия. В темноте полицейские еле разглядели, в чем дело. Грязные матрасы, на них мирно спали люди. Как оказалось, у каждого была прописка в городе, но никто почему-то не захотел оставаться дома. А на стройке ночевать лучше, что ли, чем дома? Ну, каждую спою. Да. А ничего, у вас представьте. Свои интересы? Да. Полицейские забрали бездомных в отделение. Но вероятности, что товарищи не вернутся вновь в свою берлогу, нет. Стройка брошена, территорию никто не охраняет. Татьяна Караханова, Алексей Бормесов. Специально для места происшествия. В Славском районе произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Водитель Форда, выезжая со второстепенной дороги, врезался в Мерседес, который ехал по главной. В итоге с переломами и ушибами были госпитализированы пять пассажиров Форда. Кроме того, в Калининграде пострадали два пешехода. На улице Черняховского водитель Митсубиси наехал на 65-летнюю женщину. Пенсионерка вышла на дорогу в неустановленном месте. Женщину госпитализировали. В Бакардионовском районе водитель Фольксвагена тоже наехал на пешехода. Мужчина стал переходить дорогу в неположенном месте. Его с ушибами отправили в больницу. Бывший глава администрации Балтийска Валерий Зоткин стал фигурантом второго уголовного дела. На этот раз экс-главу подозревают в халатности. Ранее чиновник выдал порубочный билет на вырубку четырех деревьев. Одну яблоню и три клёна застройщик вырубил, но компенсация в размере почти 110 тысяч рублей в бюджет Балтийска так и не поступила. Тем самым городу был причинен крупный ущерб. Напомним, на прошлой неделе в отношении Зоткина возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Субтитры создавал DimaTorzok